Итак, для того, чтобы донести до вас максимальное количество полезной информации, я подготовил целых 10 схем обвязки твердотопливных котлов, на примере которых я буду рассказывать определенные нюансы и моменты, которые необходимо учитывать, если вы решили установить себе дома твердотопливный котел. Но прежде чем это начать, я хочу рассказать концептуально, что же такое твердотопливный котел, если вы не имели с ним дела, и чем он колоссально, глобально отличается от остальных источников тепла, например, от газового или электрического котла. Итак, твердотопливный котел, по сути дела, это большая железная кастрюля, внутри которой горит костер. И основная проблема, с которой сталкивается любой производитель или любой пользователь, это то, как же контролировать процесс горения внутри этого котла. Если с газовым котлом или электрическим все гораздо просто, то есть при помощи автоматики мы можем мгновение ока либо разжечь газ, либо его погасить, тем самым контролируя работу котла, соответственно, то с твердым топливом тут так не удастся. Сейчас мы говорим о твердотопливных котлах с ручной загрузкой. Каким-то образом все же можно контролировать процесс горения внутри твердотопливного котла, и 99,9% производителей твердотопливных котлов делают это при помощи автоматики, которая управляет насосами твердотопливного котла, ну и, соответственно, самое главное, турбины, вентилятором, который подает воздух внутрь камеры сгорания. Когда вентилятор перестает подавать воздух внутрь камеры сгорания, костер, который горит внутри котла, лишается воздуха или кислорода из этого воздуха, соответственно, интенсивность горения внутри котла снижается. Обращаю ваше внимание, что интенсивность именно снижается, котел не гаснет полностью. И в этом, в частности, есть основная проблема, как с точки зрения эффективности работы твердотопленного котла, так и с точки зрения безопасности. Потому что, если ваша система отопления уже нагрелась, то процесс горения продолжается хоть и менее интенсивно, и тепло по-любому куда-то выделяется, его нужно куда-то забирать. И если система отопления ваша уже насытилась, то происходят две вещи. Либо у вас дом становится слишком жарко, и вы хотите того или нет, по-любому сжигаете топливо, которое туда внутри загрузили. Тем самым эффективность использования тепла падает очень сильно, потому что вы перегреваете ваш дом. Либо возникает вторая проблема. В случае, допустим, отключения электроэнергии перестает работать как вентилятор, так и насос, а котел по-прежнему продолжает гореть, и вот это тепло вообще никуда не уходит. Тем самым есть риск потенциального роста температуры выше 95-100 градусов. Котел может закипеть и привести к аварийной ситуации сработки аварийного клапана. Вот основная проблема твердотопленного котла, это необходимость наличия в котле грамотной автоматики, которая будет максимально эффективно управлять работой вентилятора, работой своих собственных насосов для того, чтобы выжать из того топлива, которое вы закинули туда максимум эффективности. А вторая проблема, это, как я сказал, безопасность. И для того, чтобы система была максимально безопасной, необходимо устанавливать к твердотопленному котлу теплоаккумуляторы. Об этом мы тоже поговорим в сегодняшнем видеоролике, для того, чтобы система работала максимально эффективно и безопасно. Но, как мы уже все знаем, на практике мало кто задумывается о твердотопленном котле как таковом. Когда у вас есть под боком дешевое электричество или дешевый газ, котельные, как правило, делают все очень маленькими. И когда приходит необходимость установить твердотопливный котел, у многих попросту некуда устанавливать теплоаккумулятор. И, соответственно, люди вынуждены ставить твердотопливный котел попросту напрямую в систему отопления. Такое тоже имеет место быть, такое тоже мы сегодня будем с вами разбирать. Но как с этим бороться, как обезопасить вашу систему, как выжать из такой системы максимум эффективности, об этом мы сегодня тоже поговорим. И для того, чтобы вам было максимально полезно и интересно, давайте приступим к разбору схем подключения твердотопливных котлов, в процессе которых мы будем касаться каждого из этих нюансов. Итак, вот она первая схема, о которой я хочу с вами поговорить. Что на этой схеме нарисовано, давайте разберем по порядку. Прежде чем начну показывать каждый элемент по отдельности, хочу оговориться, что все схемы, которые я сегодня приготовил, они предназначены исключительно для закрытых систем отопления, работающих под избыточным давлением. Сегодня не будет идти речь про естественную циркуляцию теплоносителя, или про систему отопления, в которых имеется открытый расширительный бачок, имеющий напрямую связь с атмосферой. Итак, у нас имеется циркуляционный насос, трехходовой термостатический клапан, предназначенный для защиты котла от образования конденсата, экспонзомат, или он же расширительный бачок. Вот так вот здесь я отображаю нашу с вами систему отопления, к которой мы будем подключать твердотопливный котел. И обязательно хочу сказать про группу безопасности. Группа безопасности должна быть везде и всегда, на абсолютно любом твердотопливном котле, вне зависимости от его бренда, производителя и так далее. Это единственная вещь, которая защищает ваш котел от взрыва, не дай бог, в случае возникновения нештатной ситуации. Особое внимание уделите при выборе группы безопасности на, в первую очередь, диаметр аварийного сбросного клапана и обратите внимание на номинальное давление, на которое рассчитан ваш аварийный клапан. Зачастую встречаю такие ошибки, когда люди ставят стандартную группу безопасности, предназначенную для котлов до 50 кВт, на достаточно большие котлы. Это очень-очень неправильно. В таких ситуациях ваша группа безопасности частично может вас спасти, а может возникнуть ситуация, когда котел попросту разорвет и, не дай бог, еще что-то может случиться нехорошее. Поэтому на группу безопасности самое большое, самое тщательное внимание. Какие плюсы и недостатки у этой схемы? Это максимально надежная схема. При этой схеме у вас есть гарантированная стабильная температура на входе в котел. Это означает, что внутри котла не будет образовываться конденсат, который в первую очередь может привести к тому, что котел будет очень быстро ржаветь, а во-вторых, у вас из-за этого конденсата котел покроется всякого рода смолой, всякими там, не знаю, различной грязью, да, которая будет налипать на стенках котла, что существенно ухудшает его КПД. Второй недостаток у такой схемы, это то, что минимальная температура теплоносителя, которая может подаваться в вашу систему отопления, это 55 градусов. При такой температуре весной и осенью в доме станет очень-очень жарко. Понизить температуру, к сожалению, вы не сможете, потому как минимальная температура, на которую рассчитан трехходовой термостатический клапан, может быть 45 градусов. Ваш твердотопливный котел попросту будет очень часто стоять в режиме ожидания, и дрова внутри котла попросту будут тлеть. А когда дрова тлеют в отсутствии кислорода, внутри топки твердотопливного котла начинает все обрастать смолой, и обратно же это приводит к снижению КПД. Очень большая часть тепла, которая могла бы быть загружена к вам в дом, соответственно выбрасывается в дымоход. Если поднять температуру теплоносителя еще выше, дома станет просто нестерпимо жарко, и это не очень хорошо. Что касается температуры трехходового клапана, как правило в инструкциях вы найдете рекомендуемую температуру в 55 градусов, но допустим, если вы планируете установить твердотопливный котел для работы на угле, вполне сойдет трехходовой клапан на 45 градусов. Обратно же для чего это делается? Для того, чтобы иметь возможность подавать в систему отопления как можно более низкую температуру теплоносителя. От чего зависит температура на клапане, который необходимо выбирать? Так это в первую очередь от того, каким топливом вы будете топить ваш котел. И соответственно, в зависимости от того, какое процентное содержание влаги в том или ином виде топлива, чем оно больше, соответственно, тем и больше и температура на клапане, который предназначен для защиты вашего котла от конденсата. Второй немаловажный момент, на который необходимо обратить внимание при вот такой схеме, это то, что желательно, и я рекомендую всем это делать, устанавливать источник бесперебойного питания, потому как если у вас, допустим, ночью выключат свет, перестанет работать циркуляционный насос, перестанет работать вот здесь вот там внутри вентилятор, который подает воздух в камеру сгорания, соответственно, котел обратно же перейдет в режим ожидания, в топке начнет тлеть топливо, но, в отличие от всех предыдущих ситуаций, температура в котле продолжит расти, она может дойти до аварийной температуры, выше 95 градусов, котел попросту закипит, вместе с ростом температуры начнет расти и давление в вашей системе, это приведет к срабатыванию аварийного клапана. Аварийный клапан это такая вещь, которая не предназначена для того, чтобы срабатывать каждые два дня, в случае там, если у вас отключили электроэнергию. К тому же, при сработке аварийного клапана, рекомендуется его сразу же заменить, потому что повторная сработка может произойти уже не на том давлении, на которое он рассчитан, а на гораздо большем давлении, из-за того, что когда срабатывает аварийный клапан, судой, как правило, сливается горячий теплоноситель, горячий пар, и вот седло этого клапана попросту может прикипеть. Поэтому источник бесперебойного питания, который будет поддерживать работу циркуляционного насоса, автоматики котла, настоятельно рекомендую для того, чтобы просто вот это топливо, которое осталось внутри топки котла, успело догореть, и ваш котел не вошел в аварию. На второй схеме отображено практически то же самое, что и на первой, только лишь мы добавили бойлер косвенного нагрева. И обратите внимание, что загрузка бойлера косвенного нагрева происходит до трехходового клапана, то есть между трехходовым и твердотопливным котлом. Не нужно устанавливать насос для загрузки бойлера косвенного нагрева за трехходовой клапан. Зачастую люди это делают, потому как боятся, что холодный теплоноситель, возвращающийся со змеевика бойлера косвенного нагрева, будет поступать на вход твердотопливного котла, и обратно же здесь может образовываться конденсат. При правильной подборке мощности змеевика бойлера косвенного нагрева этого происходить не будет. Почему? Потому как по мере роста температуры воды внутри бойлера мощность змеевика будет очень быстро падать, а значит и перепад температур между подающей и обратной линией тоже будет снижаться. А это значит, что если мы загружаем, допустим, бойлер температурой там в 65 градусов или более, то, соответственно, возвращаться у нас будет через несколько минут достаточно теплый теплоноситель, который не позволит вашему котлу конденсировать. И даже если на момент первого пуска со змеевика будет возвращаться там относительно холодный теплоноситель, котел попросту не успеет здесь внутри спотеть, и ничего плохого не будет. Однако, в такой схеме мы получаем громадное количество преимуществ. В частности, мы можем организовать приоритет нагрева бойлера косвенного нагрева. Когда у нас будет нагреваться бойлер, вот этот вот насос можно отключать при помощи автоматики. И делает она это автоматически, тем самым у нас полноценная мощность котла, вся мощность будет направлена на нагрев бойлера, тем самым бойлер будет нагреваться достаточно быстро. К тому же, в такой схеме имеется возможность организовать следующую логику, когда, допустим, мы хотим в приоритете нагреть бойлер косвенного нагрева, при этом он нагревается почему-то достаточно долго, потому как идет активный водоразбор. Это означает, что может быть такая ситуация, когда бойлер будет греться там больше часа, потому что вы его греете, и в это же время вы из него забираете горячую воду. Так вот, для того, чтобы не дать вашей системе за это время просесть, автоматика твердотопленного котла будет выделять на нагрев бойлера определенное количество времени, и если за этот период бойлер не достигнет заданную температуру, то автоматически включится насос на систему отопления, вот этот вот насос, который будет разрывать мощность котла и на бойлер, и на систему отопления, для того, чтобы все работало максимально комфортно и максимально правильно. Третья схема, очень интересная схема, когда для того, чтобы защитить ваш котел от образования конденсата внутри, можно использовать не только трехходовой термостатический клапан, как я показывал в предыдущих слайдах, вот как здесь, да, но можно использовать еще и насос на подмес. Как это все работает, и в чем глобальное отличие одной схемы от другой. Во многих автоматиках твердотопленных котлов имеется отдельный выход для вот этого насоса, также у автоматики имеется отдельный температурный датчик, который устанавливается как можно ближе ко входу твердотопленного котла, и как это все работает. Когда вы запускаете ваш котел в работу, одновременно с главным насосом, назовем его насос номер один, запускается и насос на подмес, который весь горячий теплоноситель подмешивает к холодной обратке, возвращающейся из вашей системы отопления, тем самым пытается достичь максимально высокой температуры, которая необходима для того, чтобы избавить ваш котел от конденсата. Ориентируется котел, соответственно, по температуре вот этого датчика, и как только будет достигнута заранее предустановленная температура, как правило это 55 градусов, то насос на подмес выключается и остается в работе только лишь один главный насос. Какие есть недостатки у этой схемы? Дело в том, что эта схема называется количественный подмес, и могут возникнуть такие ситуации, когда вы неправильно подобрали котел по мощности, по отношению к мощности вашей системы отопления, и в результате вот этот насос, он будет просто постоянно работать, он будет постоянно давить максимальную температуру теплоносителя в обратку, однако вот результирующая температура, необходимая для того, чтобы ваш котел не конденсировал, так и не будет достигнута. И поэтому по отношению к первой схеме, где имеется качественный подмес, где всю вот эту работу контролирует наш трехходовой клапан, конечно же схема с насосом проигрывает, потому что качественный подмес, он потому и называется качественный, что как бы там не было подобрана ваша система отопления, как бы она там неправильно не была рассчитана, всегда будет подаваться температура теплоносителя ко входу твердотопленного котла, ровно такая, какая необходима для того, чтобы ваш котел не конденсировал. Поэтому схема с трехходовым термостатическим клапаном, она более предпочтительна, однако не всегда возможно, когда допустим вы устанавливаете твердотопленные котлы достаточно большой мощности. Об этом мы будем говорить как-нибудь в другом видеоролике, запомните один важный момент, что если вы решили установить насос на подмес, то его нужно устанавливать таким образом, чтобы он давил в лоб насосу вашему основному. И второй момент, это обязательное наличие пружинных обратных клапанов, которые не позволят вот этому насосу давить против шерсти в вашу систему отопления, и наоборот, соответственно, ваш главный насос не будет давить вот так вот. Итак, схема номер четыре, она практически ничем не отличается от предыдущей схемы, за исключением того, что мы добавили сюда бойлер косвенного нагрева. И обратите обратно же внимание на то, что насос для загрузки бойлера косвенного нагрева и насос для подмеса установлены между вашим твердотопленным котлом и основным насосом, который будет работать на вашу систему отопления. Также, еще раз обращаю ваше внимание, что после каждого насоса должен быть установлен обратный клапан. Как правило, рекомендую устанавливать пружинные обратные клапана, для того, чтобы не было каких-либо там перетоков при работе каждого из насосов. Также хочу обратить ваше внимание на тот момент, как же все-таки правильно подобрать мощность насоса, который работает на подмес горячего теплоносителя в сторону обратки вашего твердотопленного котла. Существует такое негласное правило, которое говорит о том, что мощность насоса на подмес должна быть равна 30% мощности от насоса, который работает на вашу систему отопления. То есть, если ваш насос на систему отопления будет создавать расход, допустим, там, 1000 литров в час, то необходимо подобрать насос на подмес такой, чтобы он создавал расход по вот этому кольцу приблизительно 300 литров в час. Почему так? Я провел несколько вычислений, уже для того, чтобы вас не томить вот этими расчетами. Скажу лишь то, что если твердотопливный котел соответствует мощности вашей системы, и вы подобрали насос на подмес равный 30% мощности от основного насоса, то перепад температур между подающей линией и температурой теплоносителя, который возвращается в ваш твердотопливный котел, будет равен примерно 5 градусам. Это и даже меньше. Таким образом, будет поддерживаться максимальная горячая температура теплоносителя, который будет подаваться в ваш твердотопливный котел, для того, чтобы в нем не образовывался конденсат. Итак, схема номер 5, которая позволяет вам подключить ваш твердотопливный котел к вашей системе отопления без использования каких-либо трехходовых термостатических клапанов и дополнительных насосов. Эта схема имеет право на жизнь, однако, я ее зачастую не рекомендую, потому что ее можно использовать лишь тогда, когда у вас есть на руках какой-либо проект отопления, либо у вас установлены все насосы-частотники, которые показывают тот расход теплоносителя, который проходит через то или иное кольцо вашей системы отопления. Зачастую это встречается очень редко и использовать такую схему без понимания дела я не рекомендую. Основное правило в этой схеме заключается в том, что расход теплоносителя по первичному кольцу вот сюда должен быть, как я уже сказал, на 30% больше, чем расход теплоносителя по вторичному кольцу по вашей системе отопления. Если вы в этом не уверены, к сожалению, я не рекомендую использовать эту схему, потому что может возникнуть такая ситуация зачастую, когда ваш котел будет постоянно работать в режиме конденсации. К тому же есть один такой важный момент. Зачастую сегодня популярно делать системы низкотемпературные, когда у вас в системе имеются теплые полы, большие радиаторы, которые позволяют выжать из вашей системы достаточно большую мощность при относительно низкой температуре теплоносителя. Вот, допустим, у вас есть система с теплыми полами и большими радиаторами, которая способна вытащить 25 кВт мощности при температуре теплоносителя 45 градусов Цельсия. При этом вы покупаете твердотопливный котел мощностью 25 кВт, к чему это в итоге приведет? А приведет к тому, что котел попросту не сможет нагреть теплоноситель выше вот этой температуры. В результате вот сюда у нас будет поступать максимальная температура теплоносителя 45 градусов, дальше она будет уходить в вашу систему отопления, остывать и какой-то объем теплоносителя будет подмешиваться в гидрострелке, как бы там ни было, в результате температура теплоносителя, поступающего на вход вашего твердотопливного котла будет явно ниже точки росы и ваш котел постоянно будет работать в режиме конденсации. Несмотря на то, что вы как бы соблюдаете правила, которые указаны вот здесь на картинке, что расход теплоносителя по первичному кольцу должен быть больше расхода теплоносителя по вторичному кольцу как минимум на 30%, поэтому данная схема имеет право на жизнь, но к ней нужно относиться очень аккуратно и с пониманием дела. Если вы не знаете, какая у вас система отопления, какая итоговая мощность ее, на какую температуру она рассчитана, то пожалуйста эту схему не используйте, возьмите, лучше воспользуйтесь схемой номер один, где гарантированно при установке трехходового термостатического клапана ваш котел всегда будет работать в номинальном правильном режиме и не будет образовываться конденсат внутри вашего твердотопливного котла. Итак, схема номер 6 отличается от предыдущей схемы лишь тем, что мы добавляем в нее трехходовой моторизированный клапан, который обязательно должен быть подключен к мозгам твердотопливного котла. Это очень важный момент, сейчас объясню почему. Для чего, во-первых, нам нужен этот клапан? Для того, чтобы понижать температуру теплоносителя, который будет подаваться в нашу с вами систему отопления, если она у нас низкотемпературная, тем самым мы добьемся равновесия между мощностью твердотопливного котла и мощностью нашей с вами системы отопления, тем самым у нас никогда не будет образовываться конденсат в нашем с вами твердотопливном котле, а также в осенне-весенний период мы сможем подавать более низкую температуру теплоносителя, тем самым поддерживая максимальный комфорт внутри нашего с вами дома, растягивая максимальное длительное горение внутри нашего с вами твердотопливного котла. Однако, чем же все-таки отличается моторизированный клапан от, допустим, термостатического? Если вы поставите здесь термостатический клапан, этого делать категорически нельзя. Вот термостатический клапан нельзя ставить, потому что в какой-то момент наша с вами система отопления нагреется, термостатический клапан закроет свой горячий порт, и теплоноситель начнет циркулировать по замкнутому кругу. Поэтому то тепло, которое будет генерироваться внутри твердотопливного котла, попросту ему некуда будет деваться, и котел будет стремиться к перегреву. Когда у нас стоит моторизированный трехходовой клапан внутри автоматики твердотопливного котла, можно задать такой параметр, как минимальный процент открытия, допустим, 5%. То есть, что бы там ни происходило, какая там температура у нас не достигнута была бы на самой системе отопления, этот клапан никогда не закроется, и он будет хоть немножко, но постоянно забирать тепло из гидрострелки, тем самым не давая нашему с вами котлу перегреться. К тому же, в основном в твердотопливных котлах в автоматиках имеется такой параметр, как максимальная температура теплоносителя, которую вы задаете самостоятельно, ну, допустим, там 75 или 80 градусов. То есть, что бы там ни произошло, что бы ни происходило в нашей с вами системе отопления, если по какой-то из причин котел перевалит за вот эту максимальную температуру, допустим, 75 градусов, трехходовой клапан с сервомотором откроется и сбросит кратковременно избытки тепла в вашу систему отопления. Тем самым, в доме немножко поднимется температура, но котел никогда не перегреется, и не будет в нештатной аварийной ситуации, которая может привести к перегреву котла и срабатыванию аварийного сбросного клапана. Поэтому вот такая схема, она более-менее приемлема, потому что вы можете сбалансировать вот это вот равновесие между мощностью твердотопленного котла и вашей системы отопления. К тому же, у вас намного больше есть вероятность того, что циркуляция по первичному кольцу будет превышать объем теплоносителя, который циркулирует по вторичному кольцу, тем самым будет интенсивный подмес в процессе работы котла в обратку, и ваш котел никогда не будет работать в режиме конденсации. Схема номер 7 говорит нам с вами, как делать не надо. Зачастую во многих системах отопления имеются как радиаторы, так и теплые полы, поэтому на вторичное кольцо гидрострелки устанавливается несколько вот таких вот насосов, которые работают каждый по своему контуру. Вот так вот собирать не надо. Если уже и хотите так собрать, тогда, пожалуйста, между гидрострелкой и между нашим циркуляционным насосом вот сюда вот установите трехходовой термостатический клапан, о котором я говорил в самом начале видеоролика, который не позволит нашему с вами котлу работать в конденсации, потому как конкретно в данной схеме с большой долей вероятности Q2, то есть расход по вторичному кольцу, будет превышать Q1, то есть расход по первичному кольцу. Если же у вас имеется такая подобная система, и вы просто хотите установить твердотопливный котел в обязательном порядке, устанавливаете вот сюда трехходовой термостатический клапан, либо устанавливаете между котлом и основным насосом дополнительный насос на подмес, о котором мы с вами уже говорили. Итак, схема номер 8, это как раз-то сублимация всех предыдущих двух схем, которая позволяет нам корректно подключить твердотопливный котел к нашей с вами системе отопления. Если в системе отопления имеется только твердотопливный котел и не имеется других альтернативных источников тепла, тогда вы устанавливаете гидравлический разделитель, на вторичное кольцо устанавливаете нужное количество вам насосных групп, будь это теплые полы или радиаторы, все насосы, все датчики, все сервопривода подключаете, как здесь уже нарисовано, к мозгам твердотопливного котла и, как я ранее говорил, обязательно устанавливаете трехходовой термостатический клапан для того, чтобы защитить ваш котел от образования конденсата. Ну, не хотите трехходовой термостатический, так, пожалуйста, ставьте дополнительный насос на подмес вот сюда же и устанавливайте ему обратный клапан. Как видите, на этой схеме также можно подключить бойлер костного нагрева, повторяюсь еще раз, не нужно вот этот бойлер и его, соответственно, насос, который будет его загружать, устанавливать после гидрострелки. Его необходимо подключать между твердотопливным котлом и трехходовым клапаном для того, чтобы иметь возможность нагревать бойлер в приоритете. Вот такая вот схема, она правильная, мы ее устанавливали сотни раз, работает прекрасно, берите на вооружение и пользуйтесь. Ну, вот мы с вами и плавненько подошли к самой главной схеме, которая позволяет нам обвязать ваш твердотопливный котел максимально эффективно и максимально правильно, и, как вы успели заметить, это обязательное наличие теплоаккумулятора. Объем теплоаккумулятора для дома площадью до 200 квадратных метров варьируется от 800 до 2000 литров. Более точную цифру можно рассчитать, зависит от того, как часто вы хотите подходить к вашему твердотопливному котлу и добрасывать туда дровишки. Вообще, тема подбора теплоаккумулятора это отдельная тема, поэтому на ней сейчас заострять внимание не буду. Какие преимущества нам дает данная схема? Ну, во-первых, благодаря теплоаккумулятору мы можем накапливать в нем максимальное количество тепла, которое в дальнейшем можно растягивать и использовать в течение даже нескольких суток, в зависимости от того, как правильно и насколько корректно настроена ваша система отопления. Во-вторых, теплоаккумулятор позволяет нам обеспечить максимальную безопасность работы нашей с вами системы, если организовать естественную циркуляцию между котлом и теплоаккумулятором. То есть, в случае отключения электроэнергии, все тепло с твердотопливного котла будет стремиться в теплоаккумулятор и за счет естественных природных сил оно будет здесь накапливаться. После того, как будет восстановлена подача электроэнергии, это тепло можно использовать. К тому же, никогда, практически никогда, ваш твердотопливный котел не закипит, если, конечно же, вы там не забудете поддувало открытым по какой-либо причине. В основном, в нормальной системе отопления, теплоаккумулятор не даст вашему котлу попросту перегреться. К тому же, ваш котел всегда будет работать на максимальной эффективности. Есть данные по информации, которые я прочитал на просторах статей Калифи, которые говорят о том, что если у вас имеется твердотопливный котел, который подключен к вашей системе отопления без теплоаккумулятора, его КПД не превышает 42-43%. Если же вы устанавливаете теплоаккумулятор, то КПД твердотопливного котла вполне может достигать тех цифр, которые заявляет завод-изготовитель, то есть 80-85%. Поэтому теплоаккумулятор существенно улучшает КПД вашей системы, эффективность работы твердотопливного котла. Из-за того, что котел всегда работает в режиме горения и очень мало времени находится в режиме ожидания, когда в камеру сгорания не подается воздух для горения, внутри котла значительно менее интенсивно накапливаются отложения на стенках теплообменника. Это еще улучшает работу самого твердотопливного котла. Также хочу обратить ваше внимание, что обвязка между котлом и теплоаккумулятором должна быть выполнена достаточно большими диаметриями труб, и, как правило, эти трубы должны быть металлические. Металлические, я подразумеваю, это стальные, медные, либо нержавеющие трубы, потому как твердотопливный котел, как правило, всегда работает на высоких температурах и в паре с теплоаккумулятором абсолютно нормально устанавливать температуру там 80-85 градусов Цельсия. При такой температуре ни один пластик, к сожалению, нормально себя не ведет. Как бы работать будет и на пластиковых, на полипропиленовых трубах, но срок службы таких труб значительно меньше. К тому же, существует такой момент, что первые несколько метров от твердотопливного котла по нормам должны быть сделаны в любом случае металлической трубой в целях безопасности. Например, если что-то произошло не так, чтобы не разорвало там пластиковую трубу и близ стоящего человека не обожгло. Поэтому рекомендую в обязательном порядке, как бы там ни было, обвязывать твердотопливный котел и теплоаккумулятор металлическими трубами. Также я замечаю довольно-таки частую ошибку, когда люди обвязывают твердотопливный котел и теплоаккумулятор стальными, допустим, трубами, а вот здесь на выходе с теплоаккумулятора до насосных групп уже ставят какой-то пластик или полипропилен. Это тоже в корне неверно, потому что в теплоаккумуляторе собирается достаточно высокая температура, как я уже сказал, и пластик с этой температурой не дружит. Поэтому в правильном варианте, то есть, смотрите, обвязывать теплоаккумулятор на выходе с теплоаккумулятора вплоть до вот сюда, до трехходовых термостатических или моторизированных клапанов, вот это все у нас должно быть сделано тоже стальной металлической трубой. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, это то, что все насосные группы, даже если у вас есть просто радиаторная система, лучше делать смесительные. Это лучше всего устанавливать либо термостатические трехходовые клапаны, а еще лучше моторизированные, которые лучше всего подключить к мозгам вашего твердотопленного котла, если он умеет ими управлять. И вот здесь вот можно установить погодный датчик, который будет смотреть за погодой на улице и в зависимости от погоды подавать нужную нам температуру теплоносителя на радиатор или на теплые полы, тем самым максимально эффективно используя температуру теплоносителя, которая накопилась в нашем с вами теплоаккумуляторе. Для того, чтобы обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя, вот здесь я нарисовал очень правильно, трехходовой термостатический клапан подбирается у нас, как я уже сказал, на температуру 55 градусов и ставится этот клапан на байпас. А под байпасом устанавливается лепестковый обратный клапан, который позволяет теплоносителю естественно циркулировать между котлом и теплоаккумулятором. Также обратите внимание на такой момент важный, что загрузка бойлера костного нагрева обратно же остается на своем месте, где и раньше она ставится между твердотопливным котлом и трехходовым клапаном. Не нужно ставить загрузку бойлера костного нагрева после теплоаккумулятора. Зачастую люди думают, что если в теплоаккумуляторе есть потенциальное количество энергии, то есть если он загружен, я бы мог вот этой температурой загрузить свой бойлер. Как правило, автоматики твердотопливных котлов в большинстве случаев этого делать не умеют, потому что, допустим, в теплоаккумуляторе у вас может быть достаточно высокая температура, 60 градусов, или даже, например, 55 градусов, и когда вам нужно нагреть бойлер костного нагрева до 50 градусов, то вот этой температурой, 55 или 60 градусов, нагреть полноценно бойлер вам не удастся. Поэтому делать этого не надо. Существуют такие автоматики, которые умеют это понимать, но я не рекомендую. Лучше воспользоваться классической схемой. Также обратите внимание, что некоторые твердотопливные котлы имеют возможность, и это очень правильно, понимать, какая температура теплоносителя находится внутри теплоаккумулятора. Для чего это надо? Все дело в том, что, представьте, что вы нагрели ваш теплоаккумулятор до 85 градусов, в котле в это время тоже 85 градусов, но топливо внутри котла заканчивается. И постепенно может возникнуть такая ситуация, когда температура внутри твердотопливного котла постепенно начнет падать. То есть она может упасть там до 80 градусов. А в вашем теплоаккумуляторе по-прежнему будет сохраняться температура 85 градусов. И для того, чтобы теплоаккумулятор не выхолаживался, используя ваш твердотопливный котел как батарею, то есть для этого и нужен отдельный температурный датчик, который устанавливается внутрь теплоаккумулятора. Тут возникает очень такой правомерный вопрос, а ведь насос циркуляционный у нас постоянно работает, и как вот твердотопливный котел должен понять, что у него заканчивается топливо. В таких котлах твердотопливных имеется ПИДовский датчик, который устанавливается на дымоходе твердотопливного котла, и как только температура дымовых газов внутри котла начинает падать ниже определенного порога, то котел понимает, что в котле нет достаточного количества топлива для того, чтобы поддерживать горение, и он попросту выключает вот этот насос для того, чтобы теплоаккумулятор, которым мы зарядили, не начал выхолаживаться через твердотопливный котел. Это обратно же экономит нам с вами большое количество энергии, которое мы получили в процессе сжигания топлива. Есть еще один момент, то есть люди спрашивают, зачем вот здесь нужен обратный клапан пружинный, да, у нас же есть вот здесь обратный клапан. То есть ответ на этот вопрос очень простой. Обратно же, как только отключится вот этот вот циркуляционный насос, для того, чтобы не происходило реверсивной циркуляции через твердотопливный котел, вот так вот, да, то есть сюда она не пойдет, а вот сюда при определенных условиях вполне может пойти вот так, в этом направлении. И для того, чтобы обратно же теплоаккумулятор не выхолаживался через твердотопливный котел, и нужен вот этот обратный клапан. Поэтому обратный клапан пружинный вот здесь обязательно должен быть для того, чтобы достичь максимальной эффективности системы отопления. На этом у меня практически все. Если у вас есть какие-то моменты, какие-то пожелания, если у вас есть какие-то поправки к тому, что я уже сказал, будьте добры, напишите об этом в комментарии. С вами, как всегда, была компания Термостар. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего доброго и до новых встреч!